Еще раз всем привет дорогие друзья, мы возвращаемся в прямой эфир, продолжаем смотреть за финалом группы A, Team Empire, Vega Squadron, первую карту не без проблем, но Vega взяли, а значит посмотрим затем как Team Empire будут давать реванш, смогут или не смогут уже вопрос другой. Поменялись сторонами века, теперь Radiant, Team Empire, Dire, Darkseer, Disruptor, первые два пика от веги, перц набрали как раз-таки пока Night Stalker, пока все понятно, пока все спокойно, баны на наших экранах также, ну и будем смотреть, будем смотреть чем же нас команды порадуют, какими же интересными драфтами, но пока ничего сверх неординарного мы не видим, да, это минус Nikes, минус Rikimaru, ну прекрасно знает Empire, что как раз-таки соло, нет-нет, таки разочек позволяется. Чтобы этого самого Rikimaru взять и побегать по карте, пороумить, было парочку хороших таких у него игр. Окей, смотрим дальше. Ну вообще, пока там драфт идут, ребят, напомню, что завтра мы продолжим наши с вами трансляции матчей, этого самого, квалификации на Наньянг, заходите, присоединяйтесь к трансляции на этом же канале. В 17 часов по московскому времени. Ну и получается вот завтра, послезавтра и так далее. Каждый день, если зайдете на twitch.tv, если я жду в Ruhab, всегда столкнетесь с тем, что здесь будут показываться хорошие противостояния команд. В 17 часов и потом, соответственно, в 20 по московскому времени. Два матча пестов, три каждой. Работаем как часы. Как часы, конечно. Без выходных и без каких-либо возможностей отдохнуть. Ruhab, для вас каждый день что-то освещать, да, будет обязательно. Завтра, например, помимо квалификации в Европу, будет еще и днем квалификация в серии регион. Так что же, смотрите. Тоже на Наньянг. Тоже все очень интересно. Да, на массу очередь уделим внимание для пика. После прошлой игры имперции, ну, мягко говоря, видимо, поэкспериментировали. Скандал на Death Prophet, Рамзес на легионке. Довольно-таки необычный выбор героев, но именно для скандала, еще для некоторых. Поэтому, дабы избежать греха, давайте возьмем вот тех героев, которыми мы исполняем уверенно. Тех героев, с которыми мы умеем атаковать. То есть, ни в коем случае не брать лейтгейм, как мы это видели. Потому что иногда лейтгейма слишком многовато, и ненфорса не хватает на всех. Поэтому лучше всего довериться 4-мен-дота плюс Рамзес на кэри. Это та дота, с которой имперцы выигрывали многие турниры и занимали призовые места. Вообще, конечно, Empire огромное количество различных стратегий. 4 плюс 1 они могут играть. Рамзес бывает и возьмет в себя активного кэри, а не в пятером вообще ходят и убивают. Ну вот смотри, сейчас это прям 100% 4-мен-дота. Это Найс Сталкер, Леон Тейт Хантер и Пак. Это все в основном кастеры. Они не так сильны лейтгейм, как некоторые герои. Например, там Лондруиды, там еще Легионки и все остальные персонажи. Поэтому Вега Сквадрон, все, что сейчас нужно сделать, это просто обнаглеть. Забанить спектру, потому что спектра здесь пока побеждает всех. Вот просто обнаглеть. И забрать просто героев, которые дефят вышку. Потому что имперцы не могут зайти. Они не могут зайти на возвышенность. У них нет героев, которые способны эту вышку бить. Имперцы не могут прям идти агрессивно забирать вышки, потому что им необходимо иметь какую-то там Лондруида или что-то еще. Что-то толстое, что пойдет вперед и будет нарезать. Поэтому Вега выглядит увереннее вообще во всем. Она лучше. Ну типа да, то есть Empire могут за зеленых игран только в том случае, если сперва проведут драку какую-то. То есть когда Тейт Хантер раскастуется, все раскастуются, убьют пяти персонажей Вега Сквадрон и потом уже будут бить всем, чем осталось. Да, вот забанили лейтового суппорта Энчандрос. Ну потому что если Энчандрос одевается, то она может в этом гейме довольно-таки много полезных вещей из своей команды сотворить. А в свою очередь Вега Сквадрон банит Свена. Видимо опасается то, что Свен раздаст и Волку, и Некрам, и Иллюзиям Дарксира, да и тому же Драгонайту будет убивать его со сплэша. И остался суппорт. Ну, лучше всего, если это будет не Лесник. Лучше всего, если это будет какой-то второй суппорт а-ля Avenger Full Spirit. Вот опять же, довольно-таки сильный персонаж. И с ней у Вега Сквадрон просто будет, ну, почти идеальный пик. Все сбалансировано. Ну да, Элеконтроп, они довольно часто тоже, опять-таки, юзают. У них неплохой показатель пендрейта. Ну, хорошо заходит у них этот герой. В отличие, опять же, от многих других команд в текущей мете, не все, не все используют этого самого персонажа. Ну, Драгонайте тоже, но ванн умеет катать. Мы это прекрасно знаем. Ну, вообще у них есть пик таких героев, которые довольно сложно пробить. Даже, например, если мы представим, там, Team Empire, хорошие раскасты. Условно, те же Элеконтропы, Драгонайте, покупающие себе БКБшки. Это Дарксир с грифсами. Это все, которые, ну, позволят фактически сражаться против любого магического прокаста и жить. При этом самим еще неплохой урон сдавать. Пик действительно получается пока неплохой. Прекрасный. Прекрасный. Ну что, Рубик против Тайтхантера? Поехали. Тоже, тоже. Тут вообще любой суппорт хороший. Мне, конкретно, мне импонирует Винга. Если игра затягивается, то свап это на весь золото предмет. Особенно против Леона Тайтхантера и на Сталкера. Допустим, там на тебя синицировали, дали Хекс, дали Салин, что-то еще. А ты его спасаешь, допустим, в Волкале Драгонайта. Он жмет БКБ и на развороте. Как в самые замечательные времена. Ну да, это очень просто, на самом деле. Взять Вингу и не париться. Ну, займите себя. Акса вообще. Это ультра-жадно со стороны Веги. То есть, это мало того, что и Лекан и Драгонайт уже два кэрри. Так следуя за этим мы берем еще Акса, которому нужно много артефактов, чтобы прекрасно себя реализовывать. Но ему нужны вещи, чтобы танковать, чтобы впитывать, чтобы убили Анасилурон. Ну, обычно этот герой так заработает. И глядя на Team Empire, я бы сказал, Медуза Спектра. Все, два самых, наверное, крутых героя. Вот, два самых-самых-самых. Сларк еще. Сларк. Хотя Сларк против Акса не то, лучше Медуза Спектра. Ну, Спектр вообще, по-моему, идеально, ввиду того, что тут есть Тарксир, тут и есть Акс. Это те герои, которые будут там с плинков фактически заходить в драку. И Спектра все это дело может просто-напросто нарушить позиционку. Ну, и, конечно же, под ревиш, там выдавать хаунты, убивать людей. Да. Плюс большое количество миличников, то есть она от них убегает, если что. Там ножик кидает и на ноге. Вслед за этим мешает Акс. Ну, вообще, тут много вариантов, но вот именно Спектра, это Медуза, они хороши. Потому что Спектра... Есть проблема небольшая с Спектрой. То есть, если мы сейчас возьмем ее плюс Леон на легкую линию, на оффлейн могут прийти Дарксир и Акс. Можно убежать с этой линии, то есть, в принципе, ну, как бы слапаться можно. Это нормально, поэтому я надеюсь, что имперцы будут наглять. Им нужно наглять, им нужно прямо вот либо идти в ультимативный пуш, там, не знаю, тут героев таких не осталось. Либо прямо вот взять Супер Лейт, который позволит победить Эликана и Драгонайта. Давай, Медуза, Спектра, Медуза, Спектра. Они уже играли. Это, я бы сказал, что Рамзес, вот он когда видит подобные ситуации, он должен понимать, что каким-то гирокоптером он Драгонайта в БКБ точно не убьет. Это нереально. Какого-то волка, ну, тоже за ним бегать себе дороже, он там будет на 522 рассекать и делать с ним что. Но это гирокоптер. Это риск. Это огромный риск. Это огромный риск от имперцев. Им придется здесь очень аккуратно играть. Ну, вообще, во всяком случае, гирокоптер хоть более-менее стоит против вот этих вот самых Айеншеллов. То есть, в начальном этапе на стадии лейнга он не будет испытывать особых проблем. И Рокотбердж, в случае чего, позволит там при поддержке Лионной Атсалкера делать фраги. Ну и в целом гирокоптер, как бы, ему нет необходимости терпеть там условных минут 25 после Вангуарда, чтобы он фарбил Радиант и прочее, прочее, прочее. Я бы сказал то, что еще есть такой небольшой плюс, это то, что имперцы, они в агрессивной доте смотрятся в разы лучше, нежели защитные. Потому что защитные, мы наблюдаем, они немножко ошибаются ввиду того, что у них там нет каких-то старичков, которые могут там говорить, так, ты идешь сюда, ты туда, и все у вас будет хорошо. Что у них такого нет? Но в атаке они, как вот эти вот паберы, просто, как бы, неостановимы. Они реально знают, что делают до 20 минуты игры. У нас, похоже, было как раз таки, как при игре Вега и Rebels, мы тоже говорили о том, что Вега, вот в плане макро, передвижения, каких-то там, командах, решения, они чуть получше смотрятся на более поздней стадии. Ну, наверное, такое же можно как-то соотнести и против Empire. Все же, вот мы видели, очень показательная была первая карта, в которой тоже в один момент Вега сделали ставки на определенные предметы, на определенные движения и в результате оказались правы. Вот Empire, соответственно, нет. Поэтому вот именно, наверное, такие герои, как Герокоптер, как Пак, Леон, Найдсталкер, все это вот эти сумасшедшие персонажи, которые, если набирают темп, если им только дать возможность где-то там найти слабину Веге, сделать какой-то буст на своих героях, они же будут моментально этим пользоваться и игру выигрывать. Так что вот тут, опять же, зависит от того, как проведут первый, например, Найдсталкер, насколько быстро выформят себе Бак, Блинкдаггер, сколько хорош будет Кингер в своих перемещениях и так далее, и так далее. Много переменок, много вопросов, конечно. Ну, а от Соло мы будем ждать скорейшего Блинкдаггера в ответ первых врывов его, потому что Акс у нас в последнее время появлялся не так часто. Ну, только Кола его любит, а не вот... Ну, это вот, понимаешь, помнишь, ажиотаж, взрыв был тогда, когда только там Блэйдмейл поменяли, и тут же Акс сразу в пике ворвался. Потом немного приутихли команды, перестали его брать. Ну, не то чтобы совсем, но поменьше. Сейчас Вега вспомнили о нем. Интересно. Ну, это пока посмотрим, кто на ком играет. Значит, в первую очередь команда Импайр, где Скандал играет на паке, Кингер, Суппорт Леон, Рамзескерри Гирокоптер, Амипошку, в свою очередь, Листовина и Сталкер, ну и Афтерлайф, Хардовый Дэйдхантер. Так, ну и Вега-Сквадрон сел Сема на своего сигнатурного Дисраптора, сыграет Ноу-Ван на Ликантропе, ФН на Медовом Драгон Найте, Соло Акс, ну и на оффлейне будет стоять Мак. Нравится мне, что есть какой-то прогресс в плане подхода и к осмыслению своих ролей в команде у ребят из Вега-Сквадрон. То есть вот эти вот постоянные свапы мидера и керри, вот ФН с Ноу-Ваном очень часто друга подменяют, вот кому-то герой удобнее играть, тут туда идёт. Могут и на легкой постоять оба игрока, и могут постоять на миде, довольно опытные, разносторонние ребята. У них, конечно, с Пашей было примерно то же самое, там Ноу-Ван с Пашей тоже довольно часто свапались, но вот с ФНом это чаще происходит всё же. Да, но я бы сказал то, что ФН в первую очередь позиционировал себя изначально как мидер, который тренировался с годом во время пятого винта, год с ним очень много партий отыграл в один на один. Вслед за этим он, ну, в папчиках тех же он, как бы, на миде проще выиграть игру, нежели на керри. Допустим, тот же Миракл и тот же, да, наверное, все игроки, которые играют на инвокерах, они это доказали. Поэтому сейчас он смело может пойти на мид, это довольно-таки хорошо, потому что, ну, не до конца ты понимаешь, а кто где будет. И вот мы видим то, что Драгонайт в миде стоит просто замечательно. 7-0. Ну, против Пака вообще никаких проблем нет, Пака пробить не может. Вот Хабариген хороший, плюс опять же удары с руки особо не ощущает ФН. Есть Таутшилд у него, есть 7 единиц брони. Полный порядок. Ну, вообще, когда, конечно, инвокер в пик берётся, но Ван на него садится всё же по большей части, а вот когда именно есть такое сочетание двух кор-героев, которые при этом наносят ДПС хороший с руки, то есть именно приоритет к физическому урону, там уже, ну, Ван может сместиться на лёгкую и может позволить и Фэну пойти в мид и так далее. Да, так что неплохо. Неплохие ротации проводит Фиг Эскадрон, иногда даже очень результативно. Да, вот сейчас было бы здорово увидеть, как, ну, вообще, как себя правит на Сталкер в первую ночь, потому что вот мы видим, он фармит лес, и у него всё довольно-таки хорошо. Уже третий уровень, и очень скоро сможет пойти. Да и в целом герои, которых можно загангать, ну, пока неуязвимо. То есть, что Драгонайт меди будет страдать, что Дарксира сверху можно через тот же Сайленс взять. Но Дарксир не так просто. Дарксир взял Аймшел, побежал во вражеский лес, что он бегает, здесь бегает. Он примерно понимает, что где-то вот этот самый суппорт Найт Сталкер пьёт в лесах крипов. Вот он нашёл, нашёл, Аймшелн им жжёт, немножко должен всё понимать. Я бы сказал, что он слишком много времени тратит и слишком много чести отдаёт для Найт Сталкера, потому что он взял Аймшел, пробежал секунд 40, он тут бежал в эту сторону, ничего здесь не сделал, и теперь он побежит обратно. Поэтому, что он забирает Экспула Найт Сталкера. Ну, блин, Найт Сталкер... Линия отпушена, понимаешь, ему там нечего делать на оффлейне совсем. Да, то есть он пока... Не, как бы ему есть вот, вот фармили, софт и Дарксир. Если тебе на линии сделать нечего, потому что здесь агрессивный гирокоптер и Дезраптор, ну, или тот же Леон, то просто иди фарми лес, потому что этот кэмп всегда тебя ждёт. А фармить надо. Магу нужны и Мекки различные, мы прекрасно знаем, и Аркейн Буцы, и Гривцы в последующем. То есть очень много у него артефактов нужно собрать. Всё же это не суппорт Дарксир, и не Керри Дарксир, да, это оффлейн Дарксир. Есть определённые проблемы с зарабатыванием бабла. Да, ну и вот Магу он пошалил-пошалил, теперь самое время вернуться набирать свои ЛВЛА. Поднимет он на этом компе третий уровень. И с третьим уровнем можно как-то стараться даже напрягать гирокоптера, потому что под двумя щитками третьего уровня добивать крипов сложновато. Есть такое. Ну вот мы ждём. Ждём, буквально через 30 секунд уже активируется первая ночь. Меполушка успеет к первой ночи, я так понимаю, взять себе и Саленс, что тоже довольно приятно. Купит себе сапог. В общем, начнёт перемещение по карте. Ну, как ты правильно поотметил, действительно можно выходить и в миды на топ, ну и при этом на нижнюю люди тоже можно заходить. Автолайф поддержит, если что, реведжем. Ну, ван там до формы его можно сливать. С дисраптора до тем более можно убивать. Поэтому целей для атак здесь у Night Stalker великое множество. Да, как же хорошо сейчас Соло пришёл на мид. Запулил FN на ботл, при этом с этим ботлом можно выйти наверх, забрать руну. При этом сам Соло бежит за паком. И, кстати, пак здесь может и встрять, потому что есть у него горелочка. Вешаем горелочку. Хорошо, если мы рядом. Ману не попить, ману не попить под горелочку, увы. Старается как-то скандал выжать. И Ферстблат. Блестящая игра от Соло. Лёгкий Ферстблат очень. Простейший, простейший Ферстблат, да. Просто поджёг и убил пака. Но пак потратил Лизори Орпа. Пак очень хотел взять руну, но эту руну он взял. Но, увы, дальше уже не уйти. Так, и вот она ночь. Первая ночь. Побежал Night Stalker. Не успел взять себе уровень четвёртый и нет Саленса. При этом даже... Нашёл Вокс. Нашёл Вокс, он его прогнал. Всё, теперь Акс спалил все его планы, и на Сталкеру осталось бежать. Ну, наверное, разве что в мид попробует как-то с Лёнчиком и с паком забрать того же Драгон Найтера. Да четвёртый, четвёртый уровень уже сперва. Там втерянем атака пошла на Мага, выходит Кингер, не успевает немного. Очень хотел перехватить на Сюрджа под копом, там, Хиксом каким-то. Маг хорошо развлекает. Да, Маг очень хорошо развлекает. Выигрывает довольно-таки много времени. Геракоптер вынужден уходить. Ну, он так не пойдёт. Ты же не пойдёшь так, Рамзес. Давай, уходи, уходи, уходи. Да, при этом ещё Маг запушит линию. След за этим спад свою вышку. И в целом Вега нормально чувствует себя по многим линиям, потому что Драгон Найтер, как мы видим, фармит. Идёт вровень с паком, может быть, даже чуточку лидирует. Снизу Волк, учитывая то, что он стоит против Тайда, ну, тоже чувствует плюс-минус себя нормально. Тайда слишком себя напрягает. Ну, все пока чувствуют себя хорошо. То есть, если посмотреть так, вроде по линиям, у всех неплохой крипстат, кор-герои фармят, особо и не терпят, тоже там своё имеют. Суппорты, вроде, тоже ли сами занимаются. Поэтому, ну, пока вроде всё неплохо. Единственное, что реализовать мипошку, по-моему, не получается. Попробую сейчас на ФМ, а Саленс. Врывается Леончик, может дать стан. Отлично доджет ОПН, при этом закрывает ещё Сему за Слэйр. Не хватило буквально чуть-чуть. Ну, красиво, красиво ворвались. Ну, а то есть, Эмпайр хватило. Буквально последний удар Леона хватало для того, чтобы убить самого Тракана. Ещё Сему может встрять, да ладно, куда ж ты вышел, Сему? Ну, там же, ну, там же Найт Сталкер, ну, под ночью. Ну, что это такое? Ещё и соло могут пытаться подмять. По итогу очень много времени терял мипошка, там первые две минуты практически ничего не делал, но за один заход зарабатывает два ассиста, левел пятый, и внезапно вот эта самая ночь была реализована. Вот как только наступает ночь, Найт Сталкеру, точнее, для Драгон Найта срочно нужно нести в арт-центр, чтобы можно было видеть корочку. Смотреть, как там подходит Найт Сталкер и хотят они его забрать. Может быть, где-то рядышком тусуется ли он, ну, и тогда ты будешь готов к подобным атакам. Ну, тогда надо ставить три варда, то есть на всех трёх линиях, потому что Найт Сталкер может появиться внезапно на любой линии. Это раз. Во-вторых, конечно же, обязательно нужно иметь ТП-шки. Потому что Найт Сталкер хоть даёт воид, но это всё-таки не самый сильный перст-дамедж, и всегда можно успеть сделать ТП и попытаться спасти. Ну, вот Дарксиром можно и пожертвовать, потому что Дарксир, как бы, ну, если что, он умрёт, ничего страшного. Это Хардлэйн, его задача умирать. А вот в меде Драгон Найта нужно обязательно защищать, потому что этот герой очень чувствителен к артефактам, и мы их нужно набирать с самого начала. С другой стороны, помогать тебе ведь особо некому. Один Дисраптор лишь только может на ТП приходить, остальные, ну, Коры, по факту, да, ещё и Соло тоже. Ну, ему, раз и захочется тратить время и деньги, для того, чтобы куда-то приходить кого-то спасать. Да и сможет ли он? Вряд ли. Надо Блинк. Вот чем быстрее Соло нафармить себе Блинк Даггер, тем лучше потом игра пойдёт в Вегас Квадрон. А пока немного терпеть из-за перемещения Найт Сталкера, конечно. Так, ну, имперцы у нас, в свою очередь, ведут. У них всего 1000 голды, но на такой стадии игры это плюс-минус чувствительно. При этом они продолжают стараться реализовать ночь, ми-пошка по-прежнему целится на мид. Но в миде, как мы видим, защиту поставили. То есть, во-первых, стоит одна сентри, которая, видимо, просто стоит, что может быть здесь у имперцев есть варды. Ну и вард, который показывает руну, потому что руны на такой стадии, учитывая то, что в миде-паку, тщательно решают. С двух сторон вообще поставили самые обсерверы и сентрики, то есть две руны контролируются, два подхода фактически, драконайдис в относительной безопасности. Ну и плюс ко всему, заходы в лес тоже всё видится. Хорошие варцы. И вот припошка сейчас спалится как раз. Припошка пошёл, забрал вард, 100 голды, заберет ещё и сентри. Какие младцы. Пушат, ещё вышку сверху. Маг вне позиции, не успеет он накинуть четки на крипов, и вышку придётся отдавать. Хотя, рискнёт ли он, ну-ка? Нет, крипы умирают. Всё. Маг думает. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Вот и та самая комба. О-о-о, подъехала, слышите, опять та самая. Волки и Айнселл. А только похоже, что маг вообще контролит волков. Ну, как бы, ему это проще. И поехали. За Кингером. Кингер, что делать? А там ещё и Фен подходит. Есть колдаун, Трамзеса. Подкапывают внезапно и Фен. Подкапывают и Фен, точнее. Леону били. Сёма тоже. Сёма тоже. Сёма тоже. Разменялись один в один. Подходит на Рамзеса. Стеночка есть. Волки работают. Блестящая комбинация. Блестящая. Эта комба, походу, будет с первым страшным сне снится, как ребятам из Team Rebels, из Flipside Tactics, так и имперцам. Да, и самое главное то, что ты не сможешь её прочитать. Ты, как бы, редко примутаешь сентри заранее. Ну, ты не ожидаешь, что сейчас волк приведёт тебе суммонов с другой части карты вот сюда. Ну, как бы, далеко он находится. И эти волки будут нападать на тебя. Это очень красивый мув. В очередной раз Вега классно исполняет. Да и вообще-то, как бы, ну, видно, что у ребят из Вега Складрон нет инвизёров, да. И покупать сентрики против волков никто никогда не будет. Поэтому волки бегают спокойно себе. Так, дремкоил ставится против Фэна. Успеть, успеть подышать, подышать, подышать. Нилизорер, Сайленс, Сайленс, ещё один. Фэн, слушай, ну, пока руль нормально справляется. Подцепили, пока, пока разорвали, есть колд-даунер. Здесь подошёл слишком поздно, и Фэн оказался слишком толстым героем. Волки тоже здесь пробивает соло, соло стики, стан от Фэна. Ставится кинетик, пытается ми-пошка разорвать соло. Не получается этого сделать. Маг пришёл на помощь, но и Фэн все время страдает. Брэсфайр. Сможет ли ми-пошка убить Фэна? Бодиблок, да ладно, ми-пошку не пускает. Как же чётко волками контролят? Шикарно сыграно. Статик, правда, не самый удачный. Но ми-пошку нужно добивать. Настоящий мастер-класс от Веги. Вот это они, конечно, здесь размансовали. Фантастика. Вот это великолепное исполнение. Вега со своими бодиблоками, своими волками, айншелами. Что они творят вообще? Вот это вот называется новая стратегия. Да, и я бы на месте имперцев, ну вообще, возможно, так бы, откровенно говоря, в драку не шёл, потому что, ну, геокоптер такой тоненький, такой слабенький. То есть в чистом поле, в чистом поле его очень легко разобрать. Там бежит волк, вешаешь на него айншел, всё, он уже там бежит 5 секунд, и у тебя почти пол столба падает моментально. Тот же Драгонайт, но, по-моему, он слишком силён в 1 на 1. То есть нужно как-то брать себе танков. Нужны танки. И вот наш единственный танк, который, кстати, я так понимаю, скоро очень будет готов выйти воевать, Тайтхантер, он стоит снизу, и у него, кстати, почти мека. Наверное, когда мека будет, они сразу и ринутся в атаку. Хотя нет, уже пошёл, уже Рамзес пошёл, находит Нувана, у Нувана... МП не хватает на форуме, ты посмотрел, он не может спросить. МП, ну вот он, вот он, вот он, боже мой. Фингер, вон, потолстно, на салат не вышло. Почти, вот блин, был бы у него ТП или что-то ещё, он бы вообще выезжал, ну ладно. Было бы у Дарксира уже мека, спас, но нет. Вот она, вот она агрессия через танка. Всё, Стайтхантером Вега чувствует, точнее, имперцы чувствуют себя пободрее. Кстати, пошли, пошли опять, смотри. О, волки, волки. Волки, ты говорил. То есть волк приходит, вешаешь на него мух, можно просто через мух, и Рамзес умирает. Всё, поставили, за интерки отубивать, убивать волков, да, убили их. Это было очень опасно, Рамзес 80% своего здоровья потерял. Вылетает, вылетает на базу. Да, вынуждена, куда деваться. Ну, там хотя бы забрали, уже хорошо. Да, и, конечно, не всё так просто у Вега Сквадрон. Всё-таки имперцы периодически наносят такие вот уколы в виде убийства от ваших кор-героев, но есть небольшая всё-таки доминация от Веги, хотя по деньгам-то и ноль. Ну и самое главное, что появляется Блинг Даггер от Соло. Ну и мы, конечно, понимаем, дорогие друзья, насколько важно вообще в Веге сейчас вот выиграть именно квалификацию на Ньянг, ввиду того, что там они проиграли квалу на мейджор, они там проиграли квалификацию на саммит уже. И, ну, так мало турниров у них осталось, где они ещё играют. Как раз-таки на Ньянг и вот на Старладере они ещё тоже. Да, я бы сказал то, что конкуренция в наших рядах растёт. Ну да, то есть те же самые имперцы, например, они поедут на мейджор, у них всё замечательно. Те же самые имперцы, они ещё в квалификациях на Старладере играют, на саммите, а ещё нигде не вылетели, у них всё хорошо. Вот он пуш, вот он пуш, который мы говорили. При этом поставили сентри в очень удачный момент. FN, FN стрял, ревач, у FN проблемы, спасать его нечем, но очень сильно вытанковывает. Как же он живёт, и посмотрю, он сейчас ещё и раздаст на развороте, старается убежать, даёт ему сураж, фантастика, как он выжил. Он побеждает в Армлет. Как он выжил. Он выиграл в Армлет. Выиграл? Он выиграл в Армлет. Красавчики. Дальше, смотри, всё, мы тоже просядят, там с другой стороны зашёл ми-пошкой, разорвали ещё эти сраптора, минус 2 делают Empire. По итогу, конечно, красавчик, этот самый трагонайт, он жив, он впитывает нереальное количество урона, но вот его тиммейки так сделать не могут. И вот тиммейки немножко, видимо, поверили в себя, потому что Нуван, ну, видимо, изначально не хотел т.д. и пушат вниз, снизу у него, ну, там, плюс-минус нормально получается. И вот единственное, что я не отметил, Транквилы на Волке, это вообще нормально? Это так и надо делать? Нью-мета. Нью-эра. 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 Это жёстко. Ну, не знаю, просто, ну, ты берёшь Транквилы, у тебя есть Владимир. Когда у тебя появляется Владимир, ты всё время, если бьёшь крипов, ты бегаешь фуловый. То есть, ПТ даёт тебе самое большое количество статов. Брони? Так. Нашёл Лёна. Форма сейчас закончится. Его нашли. Бежит. Фингер 10 секунд, но есть колдаун. Вкаж. Вкаж. Да, Дина. Да, нуван, да, Дина. Так вот, Транквилы, не знаю, по-моему, на Волка это самый бесполезный артефакт, в принципе. Те же Фейзи, то выглядит полезнее, они хотя бы дают тебе дэмэдж. Сырки. Удивляет, удивляет своим билдами. Заказано. Заказано, да. Солд понятно, как его хороший. Так, сирен салт, по-моему, не позже. Стики, стики жить, будет статик ставиться и глимсануть. Нет, не хочет. Выбежите, пушка. Билл, всё равно эмоции. Билл, да, получилось сделать ответный килл, там стелится с метротроп. Хотя, Соло подставился, здесь кингер еще подкапывать и фингер можно зарядить. Заряжай, заряжай. Зарядил. Хорошо. Это была шутка. Пальцев в спину. ПАК ищет. ФН его нашел. Так, пока у нас вообще какой-то опять-таки сумбур происходит на карте. Где-то в разных частях карты умирают герои внезапно, ни с того, ни с сего. Там подставился, тут подставился. Страшно это все смотреть. Нет каких-то пока замесов 5 на 5 ярко выраженных. Нет хороших продуманных атак. Ребята развлекаются. Им, по-моему, нормально. Да, но Лего, мы прекрасно понимаем, что Лего идет замес только из-за того, что им нужно идти. Потому что, ну, как бы, один каригерокоптер против Драгон Найт и Волка. А в Лете довольно-таки рискованно, по-моему, что один, что второй могут его убить в 1 на 1, если никто им не будет мешать. Поэтому нужно, естественно, давить. Пока что давят замечательно. Давят прекрасно. Отжимают вышки, при этом умудряются навязывать свой замес. Тяжело как-то убежать, если там пактный сталкер. Они тебя не отпускают там на дремкойлах или, может быть, на каких-либо замедлениях. Поэтому надо что-то придумать. Например, поставить ворды. Вот мы видим, стоит 2 ворда. Вот здесь вот. И это говорит о том, что веге нужно идти вверх. Ну, по идее, Соло должен быть тем самым героем озорник-затенник, я таких называю. Который там купил себе блингтагер. И вот Сайеншелла может врываться куда угодно и начинать делать фраги. Разрывать топором на две части. Но пока этого не получается сделать. Дважды Соло у нас приходил за мест, дважды его отправляли в таверну. После покупки блингтагера. Да, они, правда, еще решили постараться сдевартить весь свой лес, который только был. Вот посмотри, какие молодцы суппорты. Раз, два, три, четыре сентри. Четыре сентри в своем лесу, чтобы найти один единственный вард. Кстати, они его нашли. Хотя нет, а еще один стоит. Так, Волк. Волк бежит за Рамзесом. Смотри, как он его пробивает. Смотри, как он его пробивает, черт возьми. Не вернуть. Не вернуть, его уже возвращали. Волк бежит. Рамзес живет. Слушай, ну вот это тот самый Рамзес на герокоптере, о котором я говорил. То есть он будет собираться просто-напросто в статы, по максимуму. Барабаны, аквилла, вроде и фейсы, и быстрый, агрессивный. 13 зенеца брони. Не так просто его взять, как казалось бы. Это дело, что в более поздней стадии игры там, конечно, драгонайтликантроп его сожрут. Просто-напросто. Но пока он еще боится. Пока он даже может еще и магического прокаста неплохого подать. Еще могет, еще могет. Еще, да, могет умеет. Так, ну и как-то вот у веки не получается, опять же, вот в бой зайти. Вроде и опять вот раздевардили, как ты говоришь, все точки. Здорово. Поставили ворцы, причем 4 ворда стоит сейчас на карте. А подловить никого не получается. Без БКБ на драгонайте я просто бы никуда не шел. Сказал, я не пойду. У меня были такие истории в карьере, когда я тоже... Так, соло пошел. Ну, соло БКБ, в принципе, и надо. Могут его спасти, подходят сюда драгонайт. В итоге, может быть, даже имперцы убегут. Находят скандала. Скандал прячется, вешает саленс и уходит. Хорошо, играет скандал. Посмотрите, как у него все получается прекрасно. И ФНа нужно убежать. То есть, бывают такие моменты, когда вот ты кэрием, или не знаю, ты там, кто угодно, и ты говоришь, так, пока у меня БКБ нет, я никуда не пойду. БКБшечка есть, ты ее нажимаешь, и кто тебя здесь может убить у имперцев? Кто здесь тебя убьет? Да, никто не убьет. Тут просто догадится и убегает в разные стороны. Да, 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 поэтому на месте вот того же драгонайт нужно взять себя в руки. Но он не может, он идет, боже мой, что твои же зубы. Натихать отродцы, они хотят убивать соло, говорит, я пошел с блинком, ворвусь, рамзеса должны разрывать. Они хорошо. Стянули. Ганн, хорошо, да, ганг, это хорошо. Убить рамзеса на гирокоптере, который по надворцу, ну, как бы, стоит высоко, но его уже драгонайт обгоняет, а ты еще и замечательно. Не считала, что можно забрать, вообще круто. Да, Вега вот сейчас начинает показывать вот грамотные действия. То есть вышли наверх, напали, никого не убили, ничего страшного, отошли, ждем. Подождали буквально 30 секунд, снова вышли наверх, не получилось, но ничего страшного, мы отойдем. Пока все это время мы что-то бегаем туда-сюда, волк продолжает фармить, и вот мы видим, что у него жизнь налаживается. У него появляются некро первые, скоро будут вторые, и слишком хорошее исполнение у Веги. Прям слишком, вот ты смотришь на то, что они делают, сейчас это прям монстр. Но пока они, да, и гангать успевают, ТВ-раз сносить тоже успевают, они опять-таки завладели сейчас чужой территорией, поставили веб-сервер в чужом лесу, видим тоже, все зафармили, всех нейтралов, и, ну, у Империи остается просто мало пространства, для того, чтобы что-то делать. Фармить негде у нас, там, Автолайф вообще нашел чужой лес, гангать, ну, можно гангать, опять-таки, Умпайр сейчас пик довольно активный, у них очень много магического прокаста. Ну, их видно. То есть, вот они забегают в вражеский лес, тут стоят в центре, бегают волки, показывают, где находится Кингер, Гирокоптер, Тайдхантер, а волк все это читает, и может смело идти в мид, может быть, даже наверх, потому что тут стоит голая вышка. Ой, хорошо, соло вытащил из инвиза, Кингера, и просто убивает, отлично забивает. Вот, и бежать, отдать соло, можно соло отдать, он себя реализовал. Статик ставится, ну, такой, штука, подход, просто подход, да. Ну, и, да, форму, ну, он уже прожал, маг тоже сматывается, больше подцепить, вряд ли кого-то получится, скандал уже нет, дремкойла, возьми на один в один получился. Вот, в плюсе, естественно, имперцы, потому что они находятся под вышкой, вышку, может быть, волк сейчас не боится волку, приходится отходить на базу. Возможно, попробуют за комбинист с БКБ, дорога, Найта, да, вот сейчас все резко меняется. Опять, опять, смотри, пошел волк с Айншалом, скандалы, из другой стороны, еще один волк, скандалы, крыстит, скандалы, полхп. Втроем, втроем, парни. Есть мега, вынужден мегу, и заемь, спасаем, спасаем, вернули, и заемь скандала. Орб, хорошо, и бедит. Дальше можно, тут Роганайк пришел, хорошо, стану в Толайп, тут же сбрасывает себя, БКБ от ФН, продолжает бить дальше, бедит поддержка. А команда где, где помощь, где помощь? Акса нет, Акса нет, Климса нет, и что это было? Их развели на БКБ. Развели на БКБ, а при этом-то реведж остался, но драться не хотят дальше, Эмпайр, они по ТПшкам, да, но топ отбивать, на ТМИ отбивать, продолжать фармить. Это халява, слушай, это реально, вот имперцы, если так еще пару раз выйдут, пару раз раз идут на БКБ, то вся эта история с БКБ закончится, потому что, если ворваться так, то это авторин для имперцев. Да, рано или поздно, конечно, секунд на БКБ станет 5, а после того, как секунд на БКБ станет 5, можно будет и хиксы уже от Леона выдавать, впоследствии, я уверен, от БКБ появится и Аганим, купит он себе после Вейла, это тоже будет хорошо работать, и под БКБ, и вне БКБ, соответственно, тоже, ну то есть и магический урон, тот самый будет опять-таки приобретать силу, так что, рано сдаваться импайр, все по-прежнему неплохо, единственное, что, конечно, по-польшей реведжи БАД Автолайф, купить каких-нибудь результативных, от Реведжи БАД Автолайфа, совсем мало в этой игре, да, блин, ему можно было, наверное, купить, вот, вот, крисы взял и плейтмейл, он играет на плотность, он не играет через... тоже нормально, к нему, к нему придет, придут сами, ну да, типа на него ворвутся, а потом прожмет, вот сейчас смог от импайр, в проем они побежали, там уже драка, мага подцепил, ми-пошка, ми-пошка мага подпускать не хочет, есть блин, есть блин, маг, была возможность спраться, блин, он все равно может, что он делает? маг, ну, ты у тебя была возможность, если он раз блин, поражать, ох, микро, маг, ну, бывает, маг, в елках потерялся, там, три ваша, подфидонил чуть-чуть, так, Сема, там, ЗС, против всем, что делает здесь, Сема, они не знают, что они делают, они просто бегают, умирают, по одному, причем в разных частях карты, ну, ладно, Дарксир хотя бы стоил в хорошей позиции, здесь его было тяжело найти, но вот Дезраптор, который стоит здесь, ты так понимаю, он нес вард, да, он нес вард, хотел завардить, понятно, там форум пошла, теперь Ноу-Ван один, они по одному идут, и теперь бежать назад, ну, правильно, потому что Кингар подкопал бы, убил вообще Ноу-Вана, да, так, ну, вега, видимо, неправильно, все нужно немного отдать противнику, чтобы было баланс, и потом будем играть Тоту, такой, видимо, план у веги, ну, на самом деле, просто вот как-то нарушили позиционку, перестали давить, перестали бегать пятером, и в результате два героя отправились в таверну, немного подзаработали Empire, вышли из оков, ну, ими-пошка, посмотрите на него, Night Stalker совсем скоро будет тем героем, который просто лишит всего Вижена, вега-сквадрон, купить себя Ганин, купить себе Ген, Вижена останется у веги очень мало, инициировать будет сложно, соло будет вообще непонятно, как врываться, ну, то есть на карте ты ничего не видишь, куда ты ворвешься, а его будут прекрасно видеть, и проблемы с инициацией у веги могут быть очень большие. Ну, вот сейчас есть Негр-3, осталось немножечко на ванну подфармить, как только они будут, можно смело идти, Негр-3 можно и развалить, например, Волк убивает Гирокоптера 1 на 1, потому что БКБ нет, а Негра дает очень много дэмэджа за счет той же магии, тем, что дрейнет. А получается у нас 120 урона у рейнджового, сейчас я ищу здесь, и тут не написано, 120 у рейнджового, 75, плюс еще волк бафает, боже мой, там столько дэмэджа будет, это вообще жесть какая-то, и можно попробовать вот с таким дэмэджем зайти на Рошана, потому что волк его сожирает, сейчас только сначала проверить обстановку, посмотреть, где находятся все под двумя щитками, вот, посмотрели, посмотрели и развернитесь, дальше опасно идти, очень опасно идти. Волк показывает Кингер, Кингер можно быстро забрать, со он ныряет на Кингера, Автолайф, Кривсы, и рэвэдж теперь пошел, подцепил двух героев, не прожал пока БКБ, маг ворвался, маг по двоим, убил Кингер, Автолайф выходит из под Саленс, все, маг под Римкойлом стоит, что делать дальше, ФН начинает грызть под БКБ, и его, видимо, не остановить. Волк МВП, Волк, Волки МВП, просто уже, по-моему, обоих игр. Да, Волки дают вижн, Волки убивают, Волки делают все. Два минуса очень хороших, почему? Вот тут только Найт Сталкер, давай Дисраптер, неприятно немного. Опять-таки, что здесь делать Дисраптер? Посмотрите, он погиб. Я, Профтокалл момент. Я не знаю, это не подают аналитики вообще. Отсутствие аналитики на смерти Дисраптера. Это называется Йолу Гейминг, когда Дисраптера бежит сюда, наверное, тоже хотел поставить вард, но... Или глимсонуть хотел, но получил салинд и погиб, я не знаю. Но это как раз таки вопрос о том, что сейчас вижен очень мало, там 675 в радиусе у героев вега, ночью, а мипошки 1800 флайн вижена, поэтому он бегает, он видит, вот посмотрите его радиус вижена. И это, и это причем сквозь все барьеры, то есть все леса, просто колоссальный. Неужели отдадут Рошана вега, учитывая то, что форма у них почти есть, БКБ есть, Некор 3, правда, не скоро. Да, видимо, будут отдавать, хотя, не знаю, могли бы постараться защитить его, потому что ДПС у имперцев не так много, как бы у гирокоптера одна яша и барабаны. Вот КТ постеснялись, у мага, вакуум, точнее у полных реберков, в откате еще. Ну, просто тут можно в это ворваться, по двумя щитками, там в целом уже многие падают, у имперцев тоже КТ нет, у них реведж, реведж в кулдауне. Реведжа же нет. Вообще да. Дарит, ну, не даже Али Вега пока. У Драгонайта есть, то есть у них единственное, чего нет СКД, стенки Дарксира. Все, все остальное имеется. Вот сейчас появилось, да, но вот успеют ли, уже нет. Уже, конечно, 1300 хп, и слишком далеко находится Вега. Не трибут. У Семы там компьютер не выдерживает. Был такой, кстати говоря, и позавчера тоже, и вчера, я вспоминаю. Периодически я у нас отсоединялся, игрок Вега Сквадрон. Семе нужен новый компьютер, давайте поможем Семе купить новый компьютер. Давайте намекнем Семе просто, что ему нужен новый компьютер, и купить он может его себе сам. Не хочешь помочь Семе? Ну, какие призовые, Дим? Ну, вот они что, они все квалификации проиграли, нет денег. До этого же они там что-то выигрывали. Ну, все, закончилось. Все, теперь вот надо компьютер новый. Чтобы новый компьютер купить, надо всеми выиграть квалификацию сейчас. Нужно выиграть эту карту, все. Тогда ему нужно идти на турниры, где был One Score. На те вот эти, которые пять подряд выигрывали. И которые пять подряд выигрывали, что там с каждого там 3000 долларов, 5000 долларов, и все, новый компьютер уже на месте. Не, знаешь, шутки, шутки. Я сейчас вот прям как раз открыл табличку Flipside Tactics, вот как раз их с победами, да. Вот они за апрель месяц, за апрель месяц, и выиграли пять турниров, суммарно они заработали. Я тебе сейчас скажу, пять, три, тысяча и две с половиной. Так, математику включаем. Это 12. 12 тысяч долларов выиграли за один месяц. Вот, каждый выиграл на себя 2400 долларов. Математика продолжается. Да, но вот так вот команда просто поучаствовала во всех минорных турнирах, 2500 долларов, и это нормальный компьютер, системный блок такой. Не то, что нормальный компьютер. Я бы сказал, что это офигенный компьютер за 2500 долларов. Ты сейчас купишься, не знаю, там компьютер, который там еще будет стоять, у тебя пять, там, семь лет. Вот, пожалуйста. Так что можно... Ты можешь закупить два компьютера просто, если у тебя один сломается, будет второй в запасе, например. Ты столько можешь сделать, что... Ну подожди, какие вот эти мощные сейчас последние игровые компьютеры, они тоже бежит... Нет, нет, последние не надо, то есть есть два вида компьютеров, я просто, ну, его периодически обновляю, и могу сказать так, что ты когда покупаешь суперкрутой компьютер, там очень много средств уходит в наценку, потому что, ну, типа, о, последняя модель, давайте все купим, давайте я буду крутым, там, попонтоваться перед друзьями, и ты покупаешь. Тебе вообще пофиг какие-то характеристики, главное, что вот он самый крутой. Все. А есть просто компьютеры, которые, типа, чуть ниже, там, на поколение ниже, или как-то это называется так, и они стоят нормальную цену, адекватную цену, за которую ты вполне себе, там, не знаю, там, полторы тысячи долларов, и у тебя все замечательно работает. Ну, вообще, конечно, будем откровенны, чтобы играть в доту, сильно компьютер не нужен. Да. Вот честно, ты не собираешься стримить, тебе нужно просто катать. Тебе хватит, там, вот, i5 какого-нибудь, и вполне себе. А, знаешь, какая мне карта? Что-то видео? GeForce 470. Ну, так это вообще же, это же когда это было, 2000 каком году? Парабану? И у меня все отлично работает. Я тебе больше скажу, у меня 660, ну, чуть выше там линейка, но я еще и стримлю при этом. Хотя качество, конечно, не очень-то получается на выходе. Так что можно, можно играть и с не самыми мощными и дорогими компьютерами. Можно. Так, ну, тем временем у нас все успокоилось, напомним, с чего все начиналось. Начиналось все с того, что как-то Vega начала странно играть, там что-то Дезерапторы бегают под вышки, да, и остальные ребята играют немного странновато, и за счет этого имперцы начали свое преимущество набирать. Преимущество у них небольшое, пока это только один AIS, и они могут пойти его реализовывать, потому что у них довольно-таки все хорошо в 5 на 5. Но Vega Squadron, в свою очередь, ждет Black King Bar на Волке, я так понимаю, может быть, даже на Аксе в будущем, потому что 1300 хп, ну, я не знаю, это на зубок для кастера. Они там плюнут на него, каждый плюнет, и все. Типа да, но вот тут в чем проблема, опять же. Мы когда сталкиваемся при игре против таких героев, как Тайтхантер, Пак, например, то есть БКБ это здорово, но если вы за время действий первых ваших БКБшек 10 секунд, 9 секунд, 8-7, 6 секунд, вы не смогли выиграть игру, впоследствии игра перетекает в лейт, где Тайтхантера внезапно появляется рефрешер. Вот тут просто внезапно. Не то, что есть у вас БКБ, нет у вас БКБ, никого это не будет интересовать. Он будет ставить Dream Coil подогоним импак, вам будут давать варевы, и с этого же самого магического прокаста под Вейлом вас будут сливать. Это проблема. То есть вот за то, что, например, купил Dragonite БКБ, ребята из века особо ничего не сделали, ничего не добились. А БКБ уже 8 секунд. Лейкантроп купит все БКБ, и вот за это БКБ уже нужно будет игру выигрывать. Лейкантроп продал будет транквилы, я не знаю, я умоляю. Зачем они тебе? Просто продай их, я не знаю, сапог себе оставь. Купи ПТ, ну, пожалуйста. Напиши на Ивану в личку, чтобы успел сделать. Ну, по-моему, и так норм. Он что-то бегает, транквилы. И так норм, да. Скорость сдают, по-моему, скорость большая, 85. А что бы и нет. Он быстро и не только под формой теперь, видишь. Ладно, транквил, транквил. Да черт с ними, на самом деле, что не особо сильно влияет. Вот и он и так максимально там ускоряется во время формы и пьет тоже с хорошей скоростью. Так, правда, немножко сил поменьше. Вот такое. Вот интересно Соло, как он будет дальше выживать. Ну, с одной стороны, лесной Акс, это круто. Несомненно. Соло сделал много чего полезного в начале. С другой стороны, Акс, который не качается, не фармит крипов. Вот у него 1300 хп. И весь его дэмодж, обычно, который он наносит, это носит он его тогда, когда он крутится. А чтобы крутиться, ему нужно много хп. Там, Тараски, Кирасы, вот это вот все. Подожди, подожди. Начнем с того, что чтобы крутиться, ему нужно соинициировать. Напасть. Ну, можно даже без инициации крутиться. Сложно, когда тебя не бьют, крутиться. Да, суть в том, что ему нужны артефакты. Срочно. И я бы на месте некоторых коров бы даже оставлял хоть что-то. Иначе Акс, это будет минус-герой очень скоро. Ну, неприлично. У тебя три живых кора, есть, которым нужны деньги, а ты... Вот оно, деньги. Деньги пришли. Кингар, ну же, прыгай. Бэтмейл, солочь. И тащи. И тащи. Врывается Пакс, дает Саленс по двоим. У него кем? Ой-ой-ой, Драгонайт не украсывается. Присходит герокоптер. И один на один. Драгонайт и герокоптер. Драгонайт вообще не обращает внимание на герокоптере, забирает гем. Бежит с волком, обрывается Тайдхантер, Реведж по двоим. Ну, блин, боже мой, как живет Ренат, убейте его, наконец. А вам здесь импайр сейчас разваливаться будет. Рамзес минус, падает Аегис. Автолайф уже без Реведжа сделать ничего не сможет. Может, задавайте, как я слышу, я просто смотрел на этого Драгонайт, он вообще не чувствовал герокоптеру. У них кто-то начался с драком. Кто такой пыжится вертолетиком там свои эти пропеллеры жужжат, жужжат, он там выдал свой проказ под ПКБ. Реально, Драгонайт на него забил. Вот просто забил. Он ему пару тысячек сделал, Драгонайт вообще не почувствовал даже. Он сказал, да у меня регену вяжет, чем ты меня бьешь. Что это вот казалось вот как раз вот то, что я говорю про герокоптера. Ну, как бы, нужно слишком много артефактов, чтобы дамажить. И Вега, даже несмотря на то, что, ну, как-то вот они входили по одному, и там Леон все это время каким-то образом жил, Найтстакер, бегал, впитывал. Даже несмотря на это, они Драгу выиграли в салат. И при этом все живые. Фантастика. Да, это вообще гениальный файт был для Вега с Кматроном. По итогу, теперь-то нету Эмпайр. Во-первых, байбэков у герокоптера Трэгхантера, а срывки, реведжи. Это самое главное. Драться нормально не получится. Зная это, Вега могут позволить себе принести сторону. Сейчас самое главное дожить до формы Драгонайта. Просто вот главное не умерять в следующие 20 секунд. Включаем форму, заходим на хэйграунд, и этот Драгонайт тут в Соло похоронит всю команду в паре. Его 5 героев не убьют, если они будут его убить. Так, форма прожимается. Слишком далеко зашел скандал. Соло пытался его поймать. Не вышло. Кулдаун залетает дальше. Пак остался здесь. Под коп пошли. Леона смело. И Пака тоже. Он просто не чувствует их. Он просто не чувствует их. Ты посмотри, Рамзес его дамажут на хитпоинты. А это он еще без формы. Рамзес пытается уйти на нем. Батлханкер висит. Рамзес погибает. Есть байбэк у Пака и у Герокоптер, конечно. Но что делать? Что делать? Слушай, гемболеется. Он вообще просто бегает. Игнорирует. Вот Мипошка. Догнать. Мидошка убегает. А не нашли, нашли. Кого можно убить. Они могут убить Соло. Рычи. Так, Соло бежит. Своим. Замедляет. И Волки. Волки помн тоже замедляет. Начинаем бить. Лупит Тейтхантер. Кстати, нормально Тейтхантер прибивает. Так неплохо. Вот Экосмэш работает. Слушай, да. Соло вообще пытается как-то помочь. Стоит после ФН. Но Соло очень мало здоровья. Соло не регенится. БКБ закончилось. А вот Грифсы пошли. Тепаут Соло. Нагло. Дерзко. Но работает. Потому что нету... Войда. ФН. ФН играет Вармлет. А, и выигрывает Вармлет. Попроще. Вот мы видим Най Сталкера. Вот. Убивает. 3300. Так нормально. Мипошка поднялся после этого тимфайта. Зарабатывает. Это вообще битва Титанов была. Ты заметил сколько они троллились? Они троллились минуту просто. Били друг друга в лесу. Такое жесткое противостояние было. Танков. Я заметил, что после БКБ на этого Драгонайта вешаешь Саленс Най Сталкера. И он Кусман. Он лакомый кусочек. Просто 50% мясов его не отпускают. Надо срочно тарить НКБ. Вот прям сейчас. Прям сейчас. Ну знаешь, это такой Кусман, но это я бы сказал, неопъятный торт. Потому что вроде он сам, конечно, не особо сильно бьет, но его убивать тоже довольно сложно. И лупили импайр его очень долго. Но вообще на самом деле-то импайр отбились. Вот что хочется отметить. Они смогли это сделать даже без реведжа. Они прогнали вега. Они не дали спушить свою линию. Даже Тир-3 остался в живых. Более того, сейчас откатится реведж. Он уже есть. Самый реведж. Да, и можно, можно идти. А гем отобрали? И гем отобрали обратно. Отлично. Ну все, можно идти. Рамсес пошел. БКБ с Эджин Яша. Есть вижен на Сему. Вернуть. Вернуть. Генетик. БКБ. Пошел под кулдауном. Сема падает очень быстро. Бежать. Не знаю, чем на вам пожал БКБ. Лучше бы просто убегал. Без Драгонайтад здесь вообще ничего ловить. Находит мага. Маку отошел. Ну, вообще идеально. То есть, когда вот так вот суппорт ловит смокганг. Это лучшее вообще из того, что могло произойти. Считывая то, что все живые. Ну да, опять же, было бы проблемнее, если бы погиб кто-то из скоров. А так, ну, погиб Сема. Да и ладно, у него все равно БКБ. Ладно. Не страшно. Так, ну вот теперь что мы можем сказать. То, что каким-то образом имперцам желательно принять драку до Рошана. Потому что Рошан очень скоро появится. Так как если ты начнешь драться до Рошана, где ты разведешь Драгонайта на форму. То, в принципе, у тебя будут все возможности потом его заколупать. То, что если они встанут вот сюда, вот все в кучу, и полетит ДК, он реально 1х5 просто. 1х5 под БКБ. Там без шансов. Вообще, конечно, чуть побольше, чтобы урона ФН. Какой-нибудь кристалли себе взять, что ли. Вот так, чтобы чувствительнее были этот урон с руки. Пожалуйста, ФН. Что? Сделай это. Что сделай? НКБ сделай. НКБ? Все умоляю, да. НКБ хорошо. Урон, урон. Урон с руки. Я вообще посмотрел у Vegas Patron 4 БКБ сейчас. Вот Соло докупит. Принесет, точнее, себе с курьером самую БКБшку. У Мага вот только-только он купил 10-секундные. У Соло, естественно, тоже 10 секунд. У ФНа 6. У Ноу Вана 9. 4 БКБ, которые можно активировать. Не чувствовать пака, не чувствовать гирокоптера. Ну, по сути, да, потому что у него урона с руки нет. У него только Маки в основном. Теперь имперцем нужно сделать чудо. Как-то подраться. Не знаю, давай же. Сейчас песенка хорошая. Посмотри, Мипошка стоит на хайграунде, будет видеть. Он будет видеть сейчас. Он увидит Соло. Соло врывается, тем не менее, в Рамзеса. Тут же Соленц от пака. Реведж пошел на БКБ, прожимает Мак. Тут же стягивает всех под волов реплика. Кингер должен погибать. Но Фигер выдает Соло. Соло набивает размер 1-1. Дальше драка продолжается. Сема пытается уйти его. Преследует просто-напросто Мипошка. Скрызать его старается, но разворачивается и фон дает стат по Мипошку. Тут же Сема успел поставить статик в Шторм. Мипошка в итоге падает. Размен 2 в 3. Потеряли гем, ребята из Empire. И драку веку выигрывают. Да. Как же жил этот Сема? Как же жил этот Сема? Я вообще удивлен. Ну, там, если бы Соло прожил БКБ, то, скорее всего, вообще бы никто не погиб. Но я думаю, это нормально, потому что тебе нужно взять Блэдмейл, тебе нужно заколить, а там все остальное. То есть, ну, не факт, что ты успеешь. Там много кнопок нажать надо. Да-да. Поэтому, ну, если не считать того, что сейчас Вега может пойти снизить базу или забрать Рошана, имперцы еще легким испугом отделались. Нам могло быть хуже намного. Потому что вот когда они нажимают 4 БКБ, весь пик имперцев не дамажит. Ну, понятно, что есть гирокоптер, он может кого-то там дамажить и все хорошо, но у гирокоптера в каждом замесе я вижу только одно, как он убегает. Он убегает либо от ДК, он убегает либо от Волка, потому что эти герои по боевым параметрам, они имеют лучшие обилки для того, чтобы убивать 1x1. Там, допустим, у Волка это криты на 180%, ты за этим, ну, как бы, делитель. То есть, ты начинаешь быстрее бить. У Драгона это вообще без вопросов, тут 12%, точнее, тут 12% армора, там, и много чего еще. Так, раз там, да, арон хватает, в Тулаев залетел, а Еге сваровал, ты посмотри, нагресс какой. Нормально, нормально. Вот это дерзкий парень у Импер. И пак сейчас убьет всех. Он дрипкой поставил, но безогонимо пока, в Тулаев-то здесь у него рэмиджи нет, самое главное, статик ставится. Приходит Рамзе с БКБ, но убегают, потому что у Ван там устремился к Денгарам вообще. У Дега-то лоу-хп всех персонажей, ты посмотри. Бежать надо, бежать их, там пак с Тайтхантером вдвоем почти разорвали. Прикольно получилось. Так, соло, соло остался, соло уйти не смог, минус два, Умпайр, размена одного суппорта. Это посмотри на демо, что сколько нанес, вот тут интересно уже. Гирокоптер, 1200. Не, ну, не, там пак только с одного прокаста нанес больше тысячи, видимо там что-то не засчиталось, ну хорошо, хорошо. Живем, ровная игра, очень ровная игра. Импер с каким-то чудом умудряются еще эти драки выигрывать, конечно. И это хорошо, потому что вот как только БКБшки 5 секунд, как мы подмечали, там уже все у нас, там уже все изменится. Там, естественно, будут пробивать так себе, да и герой станут потолще. Там Тайтхантер и Найсталкеры смогут смело идти вперед и разводить. Ну да, то есть опять-таки вот мы возвращаемся к той теме о том, что если БКБ 5-секундный, Тайтхантер должен выносить себе там рефреш и так далее. Мага пытается подцепить, маг, реакция просто. Бойца истребителя, не знаю, тут это жесткий очень парень. Гера поторопился, если бы прыгнуть к первым Тайтхантера, то, скорее всего, маг бы погибал. Все равно маг молодец. Да, маг молодец, реведжи нет, Найсталкер с гемом. И самое время его выгонять. Группируются все вместе, потому что сейчас, наверное, лучший момент для атаки. Снизу подпушат волки через АМ-шелл. Да, вот они начинают работать. И мы выехали. Вышки сверху нет. Так, реведжи остается 120 секунд из Шива. Ну, опасный момент. Очень опасный момент. Я хочу, чтобы имперцы выиграли и был 1-1. Да я там этого хочу. Но финал группы, конечно же, хочется посмотреть все три карты. И было бы очень удивительно для многих, я думаю, если Вегас Кантрон 2-0 переиграет Эмпайр. После того, как вчера они проиграли 0-2. Вот они заходят на базу, крипы умирают. Так, вот смотри, волки, волки дают виджет. Волки сейчас заходят. Мне волки спустились. Баг залетает, Саленс по четверым. Улетает. Как-то Драгонайта прогнать. Вошел у нас просто не парить Тайп Хантер. Крисы не прожал еще. Вот теперь Крисы и Рамзэс под БКБ. Calldown есть. No one на развороте. Так, БКБ-шка Рамзэс закончилась, нужно бежать. Кингер страдает, как же много. По нему наносит демэджи. Макс залетает, вакуум по троим. Волл-трепик оставится. Автолай бегает. У Фэна могут быть проблемы. Фэн просто погиб. БКБ нажал, но ему все равно досталось. Да и Армлет не включил опять же. Не переключил. Соло. Соло убил. Размен 2 в 2. Остается один из Сталкер. Бегут за соло и соло, скорее всего, здесь уйдет. Да, нечему сбивать ему т.п. Непонятный замес. Опять же, твратит фанат вам потроли. Сказал, с одной стороны, там уже все пропало у Эмпайр. Нет реведжа, беда, герокоптер погибает. Но вот Раконайта смогли осилить. Опять побежали. Вот мне вопрос к Веге. Зачем вы бегаете вот так вот далеко? Зачем вы бегаете так глубоко? Вот смотри, стоит один барак, стоит второй барак. Зачем вот сюда бежать? Зачем тут стараться как-то убивать там Пака, который может от вас убежать? Пак, который стоит Dreamcoil. Вы получаете 4-секундный стан, да? Да, 4,5, прошу прощения. Просто убей базу. Вот стоит база. Некриномиконы есть, да, можно кушать. За 5 секунд вы убьете эту базу с Волком и Драгонайтом, вместо этого вас разводят. И, кстати, хорошо разводят, прошу заметить, очень хорошо. Ну, у Веги план-то какой. Но вот мы сейчас такие важные все четвером под БКБ зайдем, развалим всех, отправим в таверну. А потом раз в сторону, два в сторону, три в сторону, победа. А так вот просто легко не получается сделать. Тут скорее нужно действительно сделать акцент именно на убийство барака в первую очередь. Да. Потом уже думать о героях и о том, как уйти их спастись. Да, ситуация неоднозначная, много всяких переменных, того, кто драку начнет, как начнет и так далее. Вроде Вега, опять же, до драку проводили хорошо. Все заюзали как нужно, но не получилось всех убить. Да, и пак вот с этим аканим сейчас тоже, конечно, это масса неудобств. Рефрешер, и он MVP. Он может здесь волка вообще из тана не упустить. Мипошку нашли? Мипошка один. Как что, он здесь поставляет? Пак говорит, иди сюда, давай драться как мужики, один на один. Мипошка говорит, сорян. Ну, маг испугался, откровенно говоря, он не просто не видел, где остальные находятся. Да и этого Найт Сталкера не так просто взять. Все же, 2000 хп, там, 19 армора. О, побежал. Ой, соло, нашел Рамзеса, слушай под БКБ. Соло, просто в соло развалил Рамзеса. Соло, в соло. И ну, Ван побежал. Обижается, и волчара, волчара бегает, ничего не делает. У меня писала, не было. Вот был бы описал, конечно. Можно было под БКБ зайти, уронить Рамзеса и убить. Так, ну ладно, сейчас, если драка будет проходить, Сомпр будет чуть попроще, потому что появился Рэблдж Автолайфа. Вроде как. И бабочка, бабочка совсем скоро появится у Герокоптера. Вот, надо, надо уже приобретать, потому что опять же МКБ никаких нет. Хотя, ФН уже собирается купить. Но пока МКБ нет, бабочка будет работать. Промахи, естественно, Рамзес будет чуть живучее, чуть побольше слотов, чуть побольше дэмэджа. Этим уроном можно будет пытаться поразить противника. Я вот к разговору о паку хотел вернуться. Нужно делать срочную репрессию, потому что, ну, по-моему, какая-то имба. Вот, допустим. Получается 9 секунд? В станах сквозь БКБ. Можешь реально в 9 секунд загнать волка. Вот у него форма сколько длится? 18. Ну, вот 9 секунд он будет стоять. И наблюдать. А кроме волка есть еще Акс. Да и Драгонет может стрять, если ты на краюшек поставишь. Ну да, тут... Какой-то пак монстр получается. Он вроде бы был, был. Ну, там ничего особенного. Там 280 дэмэджи с одного скилла, 280 дэмэджи с другого скилла. А тут оба я гоним. Все резко поменялось. Все меняется. Вообще, конечно, очень красочно смотрятся такие комбинации с какой-то Vengeful Spirit. Когда... Ну, то есть, вот никто же не оставляет веге обрывать тот самым дремкоил, да? Они могут стоять на месте и ждать. Это один момент. А вот если бы, например, был какой-то Forstaff, составил Empire, либо Венгар, там, в пике, да? Вот можно было свапать, нарочно дремкоил рвать, чтобы вот именно те самые 4,5 секунды уже сразу активировались траки под БКБ. Потому что, зачастую, как бывает, туда пак ворвался, пак дремкоил, конечно, поставил. Все прекрасно понимают, что там он, если порвет, будет беда. Но обычно просто стоишь на месте, как говорится, не паришься, бьешь из дистанции. Ну, вот FN это может сделать. Он платформы, там, бьет с неплохого рейнджа. Но, наверное, контропа чуть сложнее. Настал, короче, 4 500. Но БКБ, наверное, надо покупать, нет? Да. И можно кирасу. Кирасу, ну-ка, вообще, да, кирасу, кирасу. Ауромэн. Ауромэн. И пушка чемпион. Бежит, бежит, бежит. Вижен дает пока такой бегущий, мобильный варт. Он сейчас думает, у меня никогда столько денег не было. Что покупать варт? Я до этой стадии не доходил. Вроде, окей, а к ним кем? На этом игра заканчивается обычно. Говорят, обычно мы выиграли на этой стадии, а сейчас как-то затянулось. Все, ладно, 4 600. 3 400 и клуб пайката тебя ждет. Ну, пока рановато, да, клуб еще, конечно. Ну, он при этом еще хочет оставить деньги на пайбэк, так чтобы избытки у нее 3 500 всего лишь. 3 500 не особо это, что можно купить. Интересно ждут. Притихла игра. 24-23 какая-то прям, она супер напряженная, эта катка получается. Ты посмотри, преимущество за все эти 43 минуты не превосходило 5000. Графики ломанные. Только там одна команда начинает выигрывать, драку тут же теряет. Выигрывает, теряет, выигрывает, теряет, выигрывает, теряет. Тир один вышку стоит. Боже мой, как это вообще получилось? Тир один вышка против волка, против рейдин, драгонайта все еще стоит на месте. И сейчас создает очень много сложностей для того, чтобы можно было повардить для Рошана. Соло пошел в пуш. Он тоже решил исправить эту проблему, в виде тавара снизу. Какого хрена? Что произошло? Мы во что сейчас играли все эти 43 минуты, почему тавар стоит? Что это за дота такая? Мы уже несколько раз в топ убивались там, в бараке, в тавар. При этом стоит снизу терать. Рискует соло, очень рискует соло. Ну, каш получил, но будет ли здесь драка? Это вопрос. Грифсы. Шива БКБ, но Ван активирует форму. Автолайф зажали статик. Автолайфу не давит прожать. Ну да, не дал он свой реведж. Вот так вот просто погибает. Тут же делает байбэк у Рамзес. Проблемы. Рамзес под БКБ лишь только убегает, демиджа не нанося. Ставится в Волф реплика, из нее тоже все сбегают. Отойти убили Тайтхантера. Разверли гирокоптера на БКБ. Реведж появляется. С реведжем можно на развороте убить, поэтому нет смысла рисковать. Молиться осталось имперцем на то, что может быть сейчас появится Рошан. Оп, и Курьера забрали. План-берекватт, план-берекватт. План-берекватт. План-берекватт спасает Сему. Сему спасает мага, возвращает Афтерлайфа. Соло хочет спасти мага, но нечем. Они спасают. Спасают грифсы, сразу блинкаут. Скандал идет дальше. Скандал не хочет отпускать людей. Есть Юл. Поднял Соло. Как спасти Соло теперь? Кинетик. Скажи прощай. Нет, Соло не говорит прощай. Соло разворачивается, будет Мэл и Траца. Соло мужчину давай, Соло. Нет, не получилось. Нормально, Соло выиграл время. Пока он там бегал, пока он их разводил, в это время уже Драгонайт у нас и сверху пушат тысячи голды. И, кстати, МКБ уже имеется, так что... В принципе, молиться, чтобы не было Рошана. Рошан не появился, отлично. Рошан не появился. Как-то так. Ну, вообще, что хотелось бы подметить из всего того, что произошло вот в этой точке. Это то, что Рамзес не боец. Это самый первый Рамзес. Просто, как видите, герой противника, он убегает под БКБ. Он залетает за место, и я вспоминаю эту картинку. Знаешь, кто пустил ребенка в бой, парни? Кто ребенка пустил в бой? Пожалуйста, уберите его, потому что, не дай бог, зашибут его там. Ладно, ребенок бы так, просто, ну, безутерно шел в бой, прям в самый гучь событий, умирал там. Рамзес все понимает. Он понимает, что он бессилен, включает БКБ и уходит. Это, ну, на самом деле, это страшные моменты, особенно для суппортов, да? Когда вы начинаете драку какую-то, то есть вы готовы, вы такие, сейчас там я кекс, KingR, сразу раскладывай, там все, шахматы просчитывай, там все, вот эти все расстановочки. И вот эта страшная картинка, когда герокоптер несется на тебя. Твой же герокоптер, он разворачивается, идет в ту сторону. Это просто фильм ужасов сразу. Хочется, просто хочется сдаться после такого. Но Empire каким-то чем-то еще живут. Они все еще сказали. Не, Empire вообще, ну, пока все движется к тому, что Empire выиграет, потому что уже, вот, Tidehunter становится все сильнее и сильнее. Правда, тарит все какие-то непонятные артефакты, то ли аганим, то ли что-то еще. Я бы, наверное, вместе просто купил БКБ, потому что по опыту прошлого замеса стало ясно, то что если на него поставить статик шторм, так, опасно. Опасно. Так, но у мипошки-то Вижна побольше должно быть. По идее, не смог. Есть смог. Соло ничего не видит, он вряд ли сюда войдет. Да, да, вот они вот тут. Вот, вот, заходит такая граунд. Реведж замечательный по всем, как же четко вошел автолайф, и нужно разносить людей. О мой бог, какой же это был жесткий врыв. И пытается как-то сражаться и ФН, конечно, под свои формы, убили Леона. Но там три героя погибло, два из них сделали пайбэк, умирает также Тарксир. И ФН остается один против всех, драться и ФНа здесь тоже убили. О мой бог, как же этот автолайф вошел. Один реведж на миллион. На миллиард. Тайвхантер, бог этого замеса, просто божило. Прямо скажем, что, конечно, все условия для него создал мипошка, который дал вижн. Да, вот этот большой-большой вижн, расположение всех героев. Но автолайф не побоялся, нырнул и просто не могли вега с Кватрон среагировать. Вот этот вижн, конечно, он очень сильно решает. Браво, браво, Эмпайр. Потрясающий файт. Рошанчик появляется. Сейчас веге, ну, веге, скорее всего, придется этого Рошана дать. Они не могут его контестить. Ну, без вариантов разве что как-то ворваться там. Состилить. На аксе. Соло может? Волка забрали. Соло-то может, конечно. Без тиммейтов не хочется, наверное. Да, и Эмпайр сейчас просто отличнейшие шансы на победу. Все замечательно. Шикарнейшую драку в игры любили все. Графики поползли сразу вниз. Аеги сыр. Ну да, вот по опыту прошлой драки, мне есть ощущение, что вега сейчас для себя уяснили одну простую вещь. То, что им нужно стоять разрозненно. Им ни при каких обстоятельствах нельзя стоять вместе. Потому что если вы стоите вместе, мы видели, что происходит. Там Тайтхантер по всем, пак по всем. Даже Гирокоптер, который уже 22 тысячи творчества, даже он уже дамажит. Ты прикинь, какой он опасный становится. То есть нужно стоять далеко друг от друга. И тогда есть и шансы. Они есть. Шанс есть всегда. Гирокоптер покупает Сэнта и Таус. А пока будут в Транквиллами, в принципе, шансы. Так есть, но когда-нибудь он их продажет. Ну, пора будет уже на Травлак какие-то обновить последовательно. Не, просто выкинь, пожалуйста, их. И купи себе, я не знаю, что угодно. Под форму волков, у тебя все равно будет 522. Вообще, да. У них нет остерной необходимости в этих самых сапаках. Но пока сложно. Байбеки потратили, что самое обидное. Байбеки потратили в никуда, фактически. Потому что за место дальше они не продолжили. Я вот знаю, это Касный Empire. Мипошка опять стоит на позиции, и он все видит. А его не видят. Вот волки пошли. Волков тоже будет видно сейчас. Волков видно. Даедалось. О, вот это посереднее, посереднее. Драгонайт, они все равно не сильно прыгают. Зато остальные страдают. Остальные, да. Ну, если так же будет врываться автолайв, конечно, есть такие же Dream Cool'ы будут ставить, то Рамзес там всех повалит. Вот, если в той драке там выживал Драгонайт, который, конечно, стоял до последнего дрался. А неправильно тебя начали делать. Они вообще забили на этого Драгонайт. Ну, вот он там пять секунд кого-то бьет, кого-то бьет. Он, кстати, в той драке почему-то Тайдхантера бил первое время. Потом переключился на Герокоптера. И бог с ним. Все, бог с этим Драгонайтом. Давайте мы вообще не будем трогать, потом магии запинаем. Вообще, правильное решение, потому что Драгонайта... У него слотов... Ну, как сказать, он танк, у него кираса, у него армлет, у него БКБ. Ну, ему еще слоты какие-то нужны. Вот у него... Какой-то Дейдаус, наверное, да? Да, вот я бы говорил, что побольше урона с руки, может быть, какой-то моншард. Ну, то есть он и так вносит очень много, заметьте. Он делает практически больше всех в плане нанесения ДПС конкретно. Но этого недостаточно. Надо делать так, чтобы вот ты за стан, например, там, умудрялась кого-то убивать. Там, не знаю, суппорт не суппорт, но вот хотя бы слить там кого-то. А так пока ты одного побил, тот отошел, тебя раскатили, но все же драгонайта можно, как ни крутикайтить. Другого бьет, что тоже живучий оказался, зараза, и никак прям не получается. Так, собираются сверху в центре. У Нувана, я так понимаю, перспективы будет, скорее всего, башер. Собирается он каким-то образом... Смотри, Тим, такой график просто. Одна драка. Одна драка, да. Здесь тысячи. Да какие 10, там 15 роста в разнице получилось. По экспириенсу, там, с график с 0 до 20 практически упал. Жесть. Легчайшая. Легчайшая, да. Что Empire, конечно, прям вот отчаянно сопротивляется, отчаянно дерутся, у них чуть-чуть на сейчас все получается. Это они уже выиграли, блин. Ты так говоришь, да? Так догоняешься. Нет, я в том моменте, когда века там доминировали, казалось, что Empire все плохо, по артефактам слишком уступали, когда Ramzes был не боец, да, мы об этом тоже говорили. Но вот после того, как они провели такой файт, они сейчас действительно играют первым номером. Они сейчас реально сильнее. Сейчас можно поймать мага. Маг стоит далеко. Он находится один. Я бы на его месте уже прыгал в кустики. Надо правильно валить. За тобой уже выехали. На что надеется сейчас века? То есть вот в какие артефакты выходить? За счет чего? Пытаться пере... Как-то, ну вот, не знаю. Пере... Ну, очевидно, что Блэйд Мэйл. Не знаю, мы видели, как Соло напал на Гирокоптера, и он его чуть не убил в Соло. Вот такая смешная... Простите за статологию, но так и было. Вот реально Блэйд Мэйл может порешать против Гиро. Против Гиро Блэйд Мэйл. Ну, такое. Ну, а вот что делать с тем, что, например, вы будете стоять в стадии бесконечно, там будет реведж, живы сейчас. Это же все актуально очень. С этим надо будет мириться. Все, вы свой момент, часть потеряли. Это пик, конечно, такой. Мак под смоком. Рамзес. Вот Рамзес вышел далеко, неоправданно далеко, но у него есть Айгис. Соло может нырнуть. Соло ныряет, цепляет. Хорошо. Поддержка где? О, Блэйд Мэйл работает. Боже, Рамзес, я только что чуть не убил. Рубите Рамзеса. Айгис вебилет. У Кенгара проблемы, иллюзии идут. Мак очень хорошо сыграл. Подходит Айдхантер. И опасность. Опасность. Автолайф может дырнуть. Фиги, фиги Афтерлайф. Даже не думай. Вот. Ты видал, что Блэйд Мэйл творит? Блэйд Мэйл это лейт. Гирокоптер убил сам себя только что. Да. Ну, его там в конце, конечно, допиналил в Афтерлайф. Афтерлайф? В Кенгаре. В Кенгаре. Неужели ты не наш Рэвэджа? Ну, Рабзес пошел. Рабзес будет наваливать вместе с Мипошкой. Быстро разорвали с Раптера. Афтерлайф дает Рэвэдж перед смертью. Но и Фен. И Гривсы работают сейчас. И Фен на развороте будет драться. И Фен, правда, закихсили. Сейчас. И Фен сможет ли как-то его победить? Вармлет не побеждает. Вармлет погибает он. Да. Ну, и в итоге сейчас будут расправляться и с Магом, и с Нолваном. Драка здесь будет проиграна, очевидно. Ну, Афтерлайф, по-моему, король этой игры. То, что сейчас происходит, это прям... Долго били его. Очень долго. Его в четвером били. Его в четвером старались убить. У него скинули вообще все, что можно. Его не убили, что самое смешное. После этого он еще завязал Рэвэдж. А Рамзес весь этот замес сбил. Вообще весь замес Рамзес сбил всех. Мне хочется посмотреть, сколько дэмиджа захочет Ликантроп в драке. Вот. Вот, посмотрите эту цифру. Это все tranquilo. Я тебе говорю. Я тебе говорю, отпускай. Корень зла нашли. Привязаю. Да, но Рамзес 5-100 нанес в драке. Урона это, конечно, очень много. Да, и без байбэков Ликантроп. Он только-только в том замесе юзал. И салл тоже юзал, поэтому они будут сеть в таверне. Ликантроп так вообще полторы минуты. Ну и можно в трон что-то пойти. Делись все-таки в сторону. Дисциплина. Дисциплина. Дрон слишком самонадеянно. Хотя тут ты знаешь, что вот, ну, Драгонайт, Тарксир, конечно, втроем. Они попытаются надэфить с десраптором вместе. Ну да, так надежнее. Две стороны есть от 4-4 можно поднять. Можно просто уйти. А теперь 4 начинает бить Рамзес. Ну что к победе, и тут мтим импайр. Вот прям немного осталось. Чтобы выиграть эту катку. Падает Тир-4. Хорошо. Глимсонули, вернули Кингера в статик. Кингера пытается разобрать в соло Сёма. Зачем он потратил просто так статик? Он так почти убил. Ну не убил. Почти убил, а то не убил. Был бы кто-то еще, вот, не знаю, они бы звалили. Вот, надо подождать. Маг стягивает мипошку. Кулдаун на отходе Рамзес. Вот мипошку продать, наверное. Хотя никто не продает. Скандал сейвит, но есть глимс. Возвращают. Мипошку должны здесь слить. Мипошка. Да, подстанели мипошку. Мипошка сливается. Ну, хорошо. Пока, значит, две стороны упали. Сирчитывая. Играть можно. Играть можно, конечно. Еще сложаться можно. 54-я минута встречи. Но последние два замеса нам говорят о том, что Empire тут выглядит хорошо. Даже через чем хорошо. Да. Волк уже, ну, на такой стадии игры, он больше бегает как крип. Если посчитать его артефакты на демэдж, то есть, что у него есть на демэдж в плюсе. У него Некра. Некра это... Ну, это сумона, который рулили в начале. Сейчас это один выстрел Рамзеса, и Некра умирает. Владмес. Ну, это больше субпорт-артефакт. Он тоже тебе не особо бафует. БКБ. Уже не работает пока. Ну, типа, да. Два числа урона. Ну, боже мой. Есть артефакты посерьезнее. И Абисал. Вот Абисал это можно, типа, считать, что это как дизейбл-онли. Потому что, ну, статы у него такие. Там, 205 хп, 15 регенерации здоровья. То есть, у него на демэдж... Сейчас вот, закончит он убивать. Один момент. И... Ему нужно на демэдж полище. Да, ну, не боец. Ну, мы видели, сколько он демэдж за месяц наносит. Но Ван сейчас от него пользы очень мало. Надежда только на Драгон Найт, а Драгон Найт один со всеми не справляется. Ну, даже я не знаю. Вот Драгон Найт ведь герой не такой, чтобы покупать какие-то рапыры. Да, это не Герокопт, это не Эмпер Спирит. Он не может там в АОЕ всех бить одновременно. Да и даус. Ну, да и даус, да, это урон. Хватит ли этого урона, вот в чем вопрос. Можно еще, кстати, может быть... Ну, некоторые Драгон Найты сейчас берут Блад Торн. Тоже хороший артефакт. Посмотри, что появилось в скандала. Скандала? Опа. 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 Термоконтроль. Два Хикса, два Дрим Койла. Нужно убить одного Драгон Найта. Все, они убивают Драгон Найта, игра выиграна. По-моему, у скандала можно за месяц просто удержать Драгон Найта сам. Волк, вот я, кстати, не договорил про Волка, просто посмотри на его на Творс. Где он? Он где-то там. Ну, на самом деле, тут типа вот разница с Драгон Найтом-то, она небольшая, но 4000. Но Драгон Найта, Волка с Драгон Найтом небольшая? Я понимаю, но он четвертый снизу, я к этому не видел. Ну, так, да. Ну, там плотненько просто герои располагаются. Так, оп, соло, первым, через Хекс, Дрим Койл поставили на Донуан, он будет стоять на месте. Тут же хорошая стяжка под вакуум, пасили уроны, Рамзеса подмять, Рамзес под БКБ стоит на месте, Брассфайр пошел. Ничего не могу сделать, всю драку отстали в Дрим Койл, правда, сохранилось БКБ у ФН, и может быть что-то получится. Ну, там, БКБ и ФН, заставили реведж. Заставили реведж, при этом упака будет еще одна комба. Хекс будет, а, и рефрешер, и опять Хекс, и Дрим Койл. Вот что будет, Соло, на Рамзеса, под Блэйдмэйлом пошел, Рамзеса будет убивать, вот он реведж, на БКБ и ФН очень четко прожимает. Хмайтл 1, чтобы пробить Рамзеса, Рамзеса под Абислом, да, съели, наконец-то, но дальше что делать? Дальше подкопы, ФН, под кексом, байбэк и цикер-коптер, он вернется, ФН, байбэк у него есть, он погибает, Соло уже байбэк, он строганает, делает байбэк, но Ван под жутким замедлением, Соло выдернул Соло, стягивает на себя трех героев, пытается жить, нужна ему помощь, нет помощи для Соло, Соло поднимает уже после байбэка, Сёма здесь тоже может встрять, Но Ван приходит за спину, тиммейтов уже рядышком осталось немного, только Мак воюет во все, но Афан без формы, что он может сделать? Ну, слушайте, БКБ забрали, Кингер подкапывает троих, байбэк от БКБ, БКБ возвращается тут же в игру, скандал ныряет дальше, Саленс по всем. Сталкер улетел, Рамзес бежит, довольно-таки далеко ему бежать, трон под угрозой, нужно устроить захиливаться и как-то его спасать, а тут, а тут, а тут, а тут. Слушай, Керакоптер, я так понимаю, ТПшку потратил куда-то в крипак, которого... Да, и не полетел. Мак рефреш, снова вакуум, на Кингера пытается его смять, Автолайп тоже здесь приходит, Керакоптер, а вот с ним-то как считаться, ресурсов на его убийство не хватает. Башить, башить, башь его, башь его, ну Ван, изо всех сил, за все. Не получилось. Ликотрон байбекается, подожди, подожди, Фэн через 30 секунд появится форму, Рамзес бьет, Рамзес бьет трон, Рамзес бьет, Рамзес бьет трон, Рамзес бьет, и того, ну Ван, не того ты бьешь, Пак, зачем тебе он бей? Слушай, они могут, могут пака взять, могут взять, пака пака и выйдет, пак пытается уйти на Лизуарер, гаши здесь залетают, Фэн получил просто-напросто хоминг миссл, стоит под станом, Фэн погибает, нажимает эмпайер-кор героев уже после неоднократного байбека и падает трон 1-1, эмпайер-таки вытаскивает эту карту. Легчайшая для имперцев. Легчайшая. Это было круто. Это было очень круто. Это было очень весело. Сражение двух команд примерно равных по скилу я увидел сейчас. Они исполняют, они очень круто пикают, они очень круто исполняют свои стратегии. У них очень много драк, просто посмотрите на эти счета. 57 минут потребовалось того, чтобы, конечно, эмпайер-таки смогли выиграть. Ну, держится. После достаточно обидного поражения в первой карте Паэр смогли взять верх в этой игре. Да, но я бы сказал, что в этот момент все, что осталось сделать для веги, это просто взять каких-то обычных героев, например, для ноу-вана, инвокеров, что-то еще. И тогда они смогут хорошо исполнять, потому что даже несмотря на то, что это уже, по-моему, пятая игра по счету, они все равно держатся достойно. У них прекрасно получается. Ну, а имперцы, в свою очередь, они демонстрируют прекрасный скилл в игре 4 плюс 1. Правда, тут скорее, не знаю, или 1 плюс 4, тут скорее 1 плюс 4 было, там Рамзес, который танковал, и остальные герои разматывали. Ну и будем верить в то, что третья игра будет такой же веселой и интересной. Да, надеемся, конечно, поэтому прервемся на коротенькую паузу и вернемся, чтобы посмотреть, кто же выйдет из группы-то. Это будет очень интересно, ребят, ни в коем случае не уходите спать. Эту карту должны посмотреть все.